Сопоставление образов Лары и Данка в рассказе Максима Горького «Старуха и Зергиль». Сегодня мы продолжим знакомство с творчеством Максима Горького и проследим, как через сопоставление героев-легенд Лары и Данка раскрывается замысел писателя. Одним из важнейших вопросов в творчестве Максима Горького является вопрос «Что есть человек?». В своих первых рассказах писатель внимательно присматривается к человеку, стремится понять его. На ранних этапах Горького интересует не столько характер, сколько личность. Точнее то, что, по словам самого писателя, есть в человеке наилучшего, красивого, честного, благородного. Писатель стремится создать определенные жизненные ориентиры и с этой целью активно использует мифологические мотивы и библейские образы. В этом произведении писатель разрабатывает проблему сильной личности, исключительного характера. Таковы Лара и Данка, герои двух легенд из рассказа «Старуха и Зергиль». Они во многом похожи, но в то же время очень разные. Для качественного сопоставления образов Лары и Данка обратимся к литературоведческому словарю и познакомимся с таким художественным направлением, как романтизм. Романтизм – это художественное направление в культуре, характеризующееся изображением сильных страстей, идеального мира и борьбы личности с обществом. Романтические произведения отличаются образностью, оригинальностью сюжета. Либо это приукрашенная реальность, либо это вовсе фантастическая ситуация. Герой романтизма обладает исключительными качествами, оказывающими влияние на его судьбу. Часто он одинок и находится в конфликте с обществом. Являются ли герои и легенд необыкновенными личностями? Несомненно. Лара и Данка – это исключительные личности. Более того, они герои-антиподы. И в заданной Горьким системе координат они являются крайними точками. Идеал Данка и антиидеал Лара. Два романтических полюса повествования. Лара противопоставляет себя людям и возводит принцип вседозволенности в абсолют. Он являет собой яркий пример эгоизма. Поэтому конфликт героя и толпы неизбежен. Данка же любит людей и отдает им свое пылающее сердце. Он – яркий пример альтруизма. Но в основе отношений героя и толпы также лежит конфликт. Как мы помним, это одна из особенностей романтического произведения. Если вы внимательно читали эти легенды, то, наверное, обратили внимание на то, что в обоих героях заложено лучшее, что есть в человеческой природе. Они оба молодые, красивые, сильные, смелые, свободные, гордые. Но эти качества они употребляют на абсолютно противоположные цели. У Лары гордость становится чрезмерной и превращается в гордыню. Он сам себя наделяет правом стоять над людьми. Его свобода трансформируется во вседозволенность. Поэтому он с такой легкостью убивает девушку. За это страшное преступление старейшины придумывают, казалось бы, очень мягкое наказание. Так почему же столь сокрушительным для Лары оказался приговор, вынесенный ему старейшиной? Давайте же вместе с вами попробуем найти ответ на этот вопрос. Лара на момент вынесения ему приговора был очень молод. Поэтому сразу не понял весь ужас приговора. Ведь он остался жив. Он свободен. Он может пользоваться всем, что создают люди. Он может безнаказанно воровать. Может насильно брать себе в жены любую красавицу. И Лара, казалось бы, наслаждается всем этим. Но время не стоит на месте. Однообразная жизнь надоедает. Отсутствие развития приводит в отчаяние. Люди его отвергают по-прежнему. И Лара оказывается в тупике одиночества. Он презирает людей, но в то же время без них не может. Нет покоя ни его душе, ни телу. А самым страшным для него оказывается бессмертие. Лара лишается человеческой судьбы. Он не умирает, а просто перестает быть. От него остается лишь жалкая тень, которой также нет покоя. Такой приговор могли вынести только мудрые старейшины, прожившие долгую жизнь. Вот как человек был поражен за чрезмерную гордость. Как мы знаем, она называется гордыня. А имя Лара означает отверженный. Герой второй легенды, Данка, осознал своё лучшее, как обязанность быть вместе с людьми. Его гордость трансформируется в самопожертвование. В ситуации конфликта с племенем Данка взваливает на себя ответственность за жизнь других людей. Так трансформируется его свобода. При чтении легенды о Данка у вас, скорее всего, возник вопрос. Чего же мог бояться осторожный человек, который наступил на сердце Данка и раздавил его? Давайте попробуем ответить вместе. Данка вёл свой народ из тьмы, холода, хаоса к свету и солнцу, жертвуя своей жизнью. Но его подвиг не был по-настоящему понят соплеменниками, забывшими о своём божаке и спасителе, как только они увидели сочное зелёное луга и солнце. Осторожный человек незаметно растаптывает сердце Данка, стараясь убить даже память о нём. Ведь память о Данка всегда заставляла бы одних людей вспоминать о своей трусости и нравственной низости, а других бы делала духовно более сильными, что, по мнению осторожного человека, могло бы лишить племя спокойной жизни и даже привести к перевороту сложившихся устоев. А этого он в силу своего эгоизма не мог допустить. Легенды Аллара и Данка объединены общей идеей поиска смысла жизни, который, по мнению автора, заключается в бескорыстном служении обществу. Своим произведением Максим Горький призывает нас задуматься о выборе своего жизненного пути. Ведь оба героя легенд изначально обладали одинаковыми качествами. Но по-разному их реализовали в жизни. Поэтому от одного остаётся жалкая тень, а от другого – искры, горящая в ночи. Тень лишь только приглушает жар солнца, тогда как всего лишь от одной искры разгорается огромное пламя. Не живут люди, а всё примиряются, примиряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя и, стратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова